Всем привет! Продолжаем смотреть картины, знакомиться с картинами «Якопа дель Силайо» «Эсфирь перед агосфером» Музей изобразительных искусств Будапешт, дерево 45 на 43 сантиметра В Ветхом Завете рассказывается, что по персидским законам тот, кто незваным представал перед дочей царя Расплачивался за это жизнью, если только царь в знак милости не протягивал ему свой золотой жезл Эсфирь рисковала жизнью, когда пришла к агосферу, чтобы попытаться спасти евреев, уничтожение которых добивался главный визирь Хабан Царь благожелательно принял свою супругу, миссия ее увенчалась успехом Эта Будапештская картина, очевидно, украшала сундук для приданного, кессону, как его называли, кассону Художник не стремился к использованию драматических возможностей сюжета, а скорее обогатил его эпизодическими деталями Старательным изображением пустынной пышности царского двора, потрясения на лицах вооружающая агосфера Знатья испуга, охватившего свиту эсфири Самая главная ценность этих произведений заключается в непосредственной естественности прелести повествования Вот так написано в книге «Тосканская живопись эпохи Возрождения» издательства «Карвина» О картине «Исфиль перед агосфером» автора Екопа дель Силайо Находится она в Будапеште Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего, узнали что-то интересное Субтитры создавал DimaTorzok